я это прочитал народные истории китайского народа это император что делал как это каждый раз когда завоевал новые земли и так далее он все пленники которые попали привел пленники неважно они были рабе кто бы они не были он брал привез их у себя во дворе организовал для них пир представляете ханский пир императорский пир неважно это был кузнец там крестьянин рабы ли кто бы не был но он от души их кормил накормили их очень хорошо а потом всегда давали им выбор он всегда им сказал слева от вас лучники стоят вот ваши лучники эти лучные могут лучники делят свою работу вы можете выбрать быстрый смерть и внимание обратите какой методика был у него вы можете выбрать быстрый смерть вот лучник от вас левой стране и представьте по центре стать все эти пленники и тут ряд лучники стоят и он говорит справа от вас вот там дверь вы можете пройти тот дверь но вы больше не имеете права возвращаться суда пожалуйста внимание но вы если вы пройдете это дверь вы не имеете права возвращаться что вы выбираете я даю вам выбор либо выбирайте быстрый смерть либо вы пойдете пройдете это дверь и вечно остатись там суда не возвращайтесь но дверь когда люди подходили к дверь дверь настолько были страшно что люди всегда смотрели на дверь и возвращались выбирали быстрый смерть вот-вот-вот-вот было всегда так дверь дверь его ручка была даже из рукотрупа на это дверь кровь текло постоянно когда люди ходят смотрят кровь течет и тут какие-то человеческие органе висят и прямо под дверьом вот так лапает кровь вот так как море бывает люди всегда смотрели на это и возвращались выбирали быстрый смерть и самый интересный никогда никто не прошел это дверь проходили годы однажды парень который обслуживал вот это убирал миль это же надо убрать то кровь все надо убрать и это парень который вот это все делал он убирает подметает и вдруг у него в голове так вот разу посмотрю что зато с дверь что там почему никто туда не проходит и постоянно люди выбрать смерть он подходит к дверь и питается толкать когда конечно много крови мажешь машина же приклеится же как как будто краска же бывает приклеить и вот толкать дверь не открывается и в этот момент он слышит шаги стук шаги императора и поворачивается смотрит что император идет тут же падает при его ног и гор мой господин простите меня пожалуйста я заслуживаю смерть за свое любопитство простите меня пожалуйста император давай что ты хотел я просто думал почему сколько лет никто не проходит в это дверь я просто хотел узнавать о мудрости императора тогда император смотрит на него с ногти действительно хочешь знать говорит да как тогда иди открой дверь я тебе разрешу иди открой парень приходит толкать дверь не открывается сильнее толкает общем когда начнет максимум предлагать усилий и вер по чуть-чуть начнет открываться от того что давно его никто не открыли просто сильно там постоянно мазали его кровью она приклеилась прямо и когда чуть-чуть по чуть-чуть дверь открывается по мере того когда по чуть-чуть по чуть-чуть расстояние открытия дверь станет больше и на полу попадать лучи солнца когда дверь открывается парень видит что это дверь была вход в саду где император отдыхал получилось что император всегда давал людям свободу но от того что дверь выглядел страшно они выбирали смерть запомните настоящий успех находится по той стране ваш страх настоящий успех находится по той стране чему вы больше всего боитесь вы знаете как черный чай появился просто эти англичане с индия возили чай однажды поезд загорел пожар случилось поезд загорел и многие все загорел исчезли пол вагона или как чуть-чуть осталось в каком-то вагоне когда тушили осталось немножко чая а это бизнесмен чтобы их не выбрасывать он придумал сказал это чай который надо с молока попить и так и пошло черный чай кто понял вы представляете история по черный чай а стал пожар который поезд загорел можно любой трудность превращать на новая возможность супер бизнес-мышление давайте вам расскажу эту историю и как когда он заканчивать средней школе уезжать я у него спросил потому что таких людей когда встречу я спрашиваю как вот расскажите свою историю как вы послушайте мне пожалуйста любой момент когда встретите успешного человека попросить пусть он расскажет свою историю вам и эти историях есть много учеба вы найдете такие колоссальные знания там я спрашиваю я был у них дома и ночевал у них дома я спросил пожалуйста расскажите мне пожалуйста ваш историю и вот он рассказал мне два часа записали в телефоне и он рассказал что когда закончили среднюю школу уехал а этот поехал поступить и не получилось поступить а как было 78 79 годах это разговор для 76 года что ли так 77 году и тогда говорит ну как было у нас общество помните если ты не смог поступить тебе никто не признавал те годах же так было он говорит возвращался конечно второй год попытался после тоже не мог поступить как-то говорю вот так сложилось два года пошел не мог поступить потом горе пошел армию ну ладно после армия вернулся и пошел работать где-то горит накопили немножко деньги и так далее и хотел жениться прихожу горит кто девушка которая любил моя одноклассница она нос ведрет на небо на меня смотрит как там по пацана такого и не хочет на меня видеть он говорит думал думал ладно на деньги которые накопил оказывается его папа говорит с ног ты сам накопи и потом иди еще раз это попробуй учиться и в это время его мама ушла от жизни так мама уходит от жизни по-моему папа женились ада мочиха появилась и у него теперь мама нет он на эти деньги которые сам накопил пойдет купить машины жигули а те годах не у всех же было машины он покупать жигули себе пачка поедет самара оттуда покупать себе машину представьтесь нам с машина приедет конечно куча девушки за него смотрит уже те годах же так было машине у кого это же не у всех в машине вы что это сейчас у всех машине в общем познакомиться с одной девушке соответственно который сегодняшний его жена вода их не мат и потом говорит надо делать свадьбу ну я пришел говорит думаю что надо делать пришел год своим братьям рассказывал что пожалуйста я хочу жениться все братья и родственник собрались и говорят ему хорошо если хочешь жениться с продать свою машину женись он говорит я не хочу продать машину потому что про машине так свою это для меня дойная корова это мой источник доход ну как этот я он гордя попытался им донести что помогите мне жениться вам деньги верну и никто мне не дал деньги потом говорит я пришел к отцу эту девушку послушайте интересную вещь подпись вот тогда бизнес мышление у него как пошел к отцу эту девушку и попросил рукаю дочери и сказал но я свадьба делать не буду представьте это картина да обычно мы все критика народу очень боимся ну представьте я представлю кто-то приходит мне гадайте свою дочку но свадьба не буду это же тяжело тем более живешь могала все тебе знают все это же неудобно он сказал что я объяснили ему чтоб машина для меня это инструмент который работаю чтобы обеспечить семью если я машину продам тогда как кормить буду вашу дочь и говорит вот пожалуйста этот я хочу чтобы жениться на вашу дочь но вы пожалуйста этот поймите мне правильно он говорит ладно давай подумаю через два-три дня девушка говорит что папа тебе зовет и он приходит его папа я согласен и оказалось очень мудрый человек он сам делала коса у себя там что-то с родственниками всем собрал он сам у себя дом на вести и все со стороны этого свадьба не было делали никей и так далее знаете когда это слышал я думал обалдеть как классно он тогда понимал этого бизнес мышление вот-вот понимаете вообще не бояться критика людей вообще и потом он рассказывал что вот все это мощно поработал потихонечку потом он работал технологом живи заводы и так далее и постепенно постепенно когда развалит ссср 90-х годах все разваливаться 92-3 годах он приходит этому говорит руководителя и послушай давай миг выкупим это завод так далее она же начинают уже пойти вниз уже те годах помните все же тяжело не могут платить зарплата трудности и так далее так далее и все пойдет мне его руководитель нет нет в общем долго тянется к 97 98 годах первый заводом выкупали так по по моему да вот действительно не забыл вот так и начать покупать от первой живи завода а потом постепенно постепенно работа видишь что соседнем там автопарк был там соседним этим который другой купил не могут вести он банкротится через год-полтора и он приходит ему говорят давай купи меня я не могу оплатить и так далее так далее его покупать потом так год за годом год за годом увеличиваться я ему спросил почему вы начали вот так расширяться я смотрю у него фирма у него колбасный сверху у него пекарни у него продуктовый магазин у него столовый ресторан у него строительные компании у него дороги кирпич завод бетон завод асфальт также один кирпич завод 34 там карьера 3 карьера по этот шейбинг и так далее 3 асфальт завода и так далее так далее я спросил почему именно эти бизнесе делали и у меня говорит я говорит вот смотрю говорит какой расход большой и думаю почему бы такой не построить сам я начал анализировать он прав он сделал сначала получается свой же биток далее и начнет видеть что туда нужно ему бетон туда-сюда еще что-то иначе от бетон завод делать потом начнет видишь ему надо шейбинг что он больше всего покупает больше все иначе это карьера брат потом начнет внимательно посмотреть что к сотруднику увеличивались их надо кормить начатка открывает столовие а потом начинает видеть что того и это все кормит места нужно открывать ферму а часть места стоит колбаса кто понял и потом говорит я начал понимать что строительником я начал его строят строительные так далее я начали видишь или не нужны кирпичи и так далее один за другим бетон есть товарный бетон есть ажи би есть плиты мне дает кирпичных так кирпич начиная Сотрудник увеличивается, объемы увеличивается и так далее, он начинает дороги делать. Когда начинает дорога делать, видишь, что асфальты надо купить и это дорого. Один раз, два раза итальянцами или с кем-то участвуют, научиться это делать, как делятся дороги и так далее, и начинают участвовать в районе тендрах и так далее развиваться. То есть получается классный модел. Ты посмотришь, посмотришь на что у тебя самая большая статья расходов и его попробуешь делать сам. Это один модель. Кто понял?